Всем привет, мои любители дальнобойщиков! В этом ролике я хочу провести некий эксперимент. Я всегда возил, получается, длинные рейсы, и мы смотрели, сколько я зарабатываю за час. Сегодня я хочу возить только короткие рейсы, и посмотреть, какая будет разница по заработку. Потому что я сейчас качаю максимальный скилл дальнобойщика, а именно 120-й. И мне стало интересно, много ли я теряю, при том, что я вожу короткие рейсы. И сегодня мы это, в принципе, проверим, посмотрим. От вас хочу быть активной, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Но если ты, братишка, хочешь хорошенько так стартануть в начале игры, то вводимый промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня. За нём получишь 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Но я вам, ребятки, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усадитесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Я думаю, что у вас возник вопрос, что я вообще как бы забыл на дальнобойщиках. Если я говорил о том, что я ухожу на рыбалку. Да, ребятки, так оно, в принципе, и будет. Но я решил, что изначально я вкачаю 120 скилл, то есть максимальный скилл дальнобойщика. И потом уже полноценно уйду на рыбалку. Если мы посмотрим, получается, мой скилл дальнобойщика составляет 119 уровень. Я сделал 277 рейсов из 833. То есть плюс-минус, мне там осталось 570 рейсов, и я вкачаю уже максимальный скилл дальнобойщика. Я постараюсь это сделать реально за этот месяц, то есть за сентябрь, я постараюсь вкачать 120 скилл. Работать мы сегодня будем на вот таком газоне. То есть третий чип, нитро, обычный газон для работы. То есть даже гидравлики, неона, ничего такого нет. Я взял его просто на время покататься, потому что, как вы знаете, кто смотрел видео, у меня нету теперь газона личного. Личного. То есть в чем заключается суть ролика? Я буду катать именно максимально короткие рейсы. Что означает короткие рейсы? Короткие рейсы по расстоянию. Допустим, вот Арзамас 1 Латкарина, сейчас мы, в принципе, туда и поедем. Вот, берем Латкарина, то есть это считается короткий рейс. То есть именно по расстоянию. То есть по расстоянию считается короткий рейс. Поэтому сегодня именно такие рейсы мы, в принципе, и будем возить. То есть на красный мы тоже будем ездить, это будем учитывать, потом штрафы мы также оплатим. То есть с этим тоже проблем как бы нету. Целку я как бы починил, у нас полный бак, деньги я положил в банк, то есть в принципе все хорошо, можем как бы начинать, можем работать, то есть вот допустим тоже короткий рейс Разамаз 2, то есть я реально буду катать максимально короткий рейс и мы посмотрим сколько я смогу как бы заработать, я не знаю, возможно это будет там 200, 300 тысяч, возможно 500 тысяч, и кстати посмотрим сколько мы еще рейсов сделаем за час, то есть мне тоже это интересно, то есть заработок и сколько рейсов, если не ошибаюсь у меня было 277 рейсов, когда я начал работать, поэтому мы в конце ролика тоже посмотрим как бы разницу по рейсам, сколько мы сделали рейсов за это время, нам еще кстати премию дали, так здесь как бы коротких рейсов нету, поэтому скорее всего мы едем обратно на Разамаз 1, и с Разамаз 1 сейчас поедем в Лудкарду, то есть я им накатаю максимально короткие рейсы, которые могут только быть, то есть вот такими вот рейсами реально можно очень быстро прокачать скил, то есть я так реально катал, когда у меня была транспортная компания, когда мы забирали награды, я вот максимально катал короткие рейсы, потому что если ты будешь возить длинные рейсы, как бы да, это прибыльно для тебя, но для того, чтобы забирать топы, нужно возить им на короткие рейсы, ну и для того, чтобы быстро качать скил, то есть если вы так вот будете именно работать с нуля, качать 100 скил, если будете возить только длинные рейсы, ну блять, вы будете качать скил где-то в год, наверное, а если будете катать им на короткие рейсы все время, то буквально за 4 месяца вы сможете с нуля вкачать 100 скил. Так, обратно мы сюда приехали, но у нас, по-моему, рейс, да, пропал? У нас, да, пропал рейс, поэтому мы берем, наверное, В2-2. Да, берем В2-2 и едем в В2-2, потому что ехать, в принципе, тоже не так уж и далеко. Это не как ехать, допустим, в порт или в южный. То есть это тоже считается довольно-таки недлинный рейс. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Пока-пока Дима Торзок Дима Торзок